Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня ваш любимейший подкаст на просторе YouTube. С вами канал Ти Пати, моя сестра Аня. Привет! Меня зовут Костя, и сегодня мы будем обсуждать опять насущные проблемы нашей жизни в Корее. У меня есть список тем, которые мы хотели бы обсудить. И, наверное, сначала нужно начать с самой важной, а потом уже перейти к более простым и позитивным, возможно. А в Корее опять вспышка новая коронавируса, и теперь это еще более для нас опасно, наверное, потому что эта вспышка была в Сеуле и в одном из центральных районах, и это район Итавон. Давай расскажем, что мы знаем об этом. В общем, совсем недавно, где-то две недели назад, или, может быть, даже полторы недели назад, опять начали открывать клубы, бары, которые все это время были закрыты. Вот, и нашли еще одного больного коронавирусом. Он ходил на тусовочный район Итавон. И правда, проблема в том, что этот человек, он ходил в гей-клуб. То есть он был в гей-клубе, и поэтому сейчас какая-то огромная агрессия поднялась именно к ЛГБТ-сообществу. И из-за того, что он туда сходил, у него не было никаких примет коронавируса. Симптомов того, что у него коронавирус. Но все равно в итоге получилось, что около нескольких десятков людей после того, как посетили те же самые клубы, тоже заразились этим. Подозревают, что этот человек, его, по-моему, нашли, он мог быть суперраспространителем. Это такое понятие про людей, которые очень легко передают вирус другим людям. То есть, видимо, они как-то больше биологических веществ выделяют, оставляют после себя. Но факт в том, что реально все эти люди заболели после того, как посетили эти же места. Но самое плохое, ну как сказать, самое в этой ситуации пугающее и неудобное, плохое, что из-за того, что это гей-клубы, а Корея в целом такая довольно гомофобная в этом плане страна, люди обычно в гей-клубах расплачиваются наличными деньгами. Попросили всех, кто посетил эти клубы, там был несколько клубов, чтобы они сообщили об этом, потому что, чтобы они проверили на наличие коронавируса. Но люди не хотят, чтобы, как сказать, афишировать то, что они ходят в эти заведения. И это осложнило проблему выявления новых носителей вируса, к сожалению. И вот сейчас это такая громкая проблема. Общество само создало для себя эту проблему из-за того, что оно не приемлет людей каких-то иных сексуальных предпочтений. И поэтому эти люди прячутся и боятся за свою жизнь даже, ну, короче, из-за этого много проблем. Но еще одна проблема случилась из-за того, что, как бы, это был район Итавон. К сожалению, очень много стрелочек сошлось. И Итавон, он общепризнанный район иностранцев в Сеуле. И из-за этого сейчас, как бы, проблема у некоторых иностранцев. Потому что, например, преподаватели английского языка, обычно это, жалуются на то, что родители их учеников боятся, ну, короче, и отменяют занятия из-за того, что иностранцы, типа, все ходят на Итавон. И поэтому они могли подхватить тоже там этот вирус. Короче, началась такая уже дискриминация людей. Это очень смешно, что это был кореец, который пришел на Итавон, заразил всех. Но теперь из-за того, что это общепризнанный иностранный район, то там проблемы у иностранцев. То есть их дискриминируют немного. Ну, конечно, я следила за всей этой ситуацией на Фейсбуке, например, корейском. И там кто-то выложил скрин, сообщество. Это не обязательно, что этот человек реально был геем. Может быть, наоборот, это был человек, который плохо относится к таким вещам. И, в общем, там был пост, где было написано, не высовывайтесь ни за что, не попадайтесь, сидите дома. И все, что мы можем, это надеяться, что просто опять начнется огромная вспышка, все люди заболеют. И поэтому они перестанут искать именно каждого, типа, поголовно. То есть это мог быть фейк какой-то? Да, но я просто скептически к таким вещам отношусь. В Корее очень часто такие истории случаются. Да, вот когда у кого-то какие-то очень негативные эмоции к, например, фандому, сообществу, неважно, они вот так вбрасывают свою лепту. Ну да, фейк-ньюс в Корее тоже очень распространен. И из-за этого как раз появляются, ну, возникают такие проблемы, к сожалению, опять же. Но пока что это не так страшно, хотя относительно тех предыдущих тихих дней, когда было там, практически не было даже внутри Кореи зараженных, только прилетали. Сейчас, ну, около десятка новых зараженных в Сеуле каждый день. Хотя вот за вчерашний день было пять. Я не знаю, как это, это хороший знак или нет, потому что все равно по каким-то таким показателям сложно судить. Нужно смотреть на динамику. Вирус объективно есть в Сеуле, есть носитель этого вируса, их выявляют каждый день. И сейчас непонятно, вот те меры предосторожности, которые люди вообще уже привыкли соблюдать, ходят в масках, социальное дистанцирование и так далее, помогут ли они? Или же это не так эффективно в борьбе с вирусом? Все мы немножко напряглись в последнее время, но давайте о хорошем. Попробуем о хорошем, о чем-нибудь поговорить. О том, что, допустим, сегодня нам пришли деньги, заявку на которую мы подали вчера. То есть, я как вам уже говорил, было два транша, на первый транш мы подали две недели назад, но пока ответы не получили, но по всем параметрам мы должны вроде там получать помощь. Я считаю, что это просто попало на неделю всех этих праздников, там было три праздника разных, поэтому, мне кажется, на следующей неделе. А сейчас общенациональную мы получили сегодня помощь, это имеет право подать на эту помощь каждый гражданин Кореи, а, кстати, да, гражданин Кореи, потому что нам после предыдущего видео, где мы рассказали о вот этих дотациях, нам начали писать люди, жители Кореи, но большинство из них не граждане Кореи, поэтому вот те выплаты, о которых мы рассказываем, это именно для граждан Южной Кореи. Ну, я слышала, что на какие-то программы могут подать и не граждане, но так как мы всё-таки граждане, всё, о чём мы разузнавали, это то, о чём мы вам рассказали, поэтому помочь тоже особо нечем. И вот общенациональная выплата пришла очень оперативно, вчера мы подали заявку, и сегодня уже пришло одобрение, что мы получили, правда у Ани там есть небольшая проблема. Да, меня почему-то прописали, в общем, там вот эти траты есть по определённым городам, и так как я жила до этого в другом городе, да, под Сеулом, в Кюнгидо, хотя я поменяла прописку официально, почему-то они ошиблись и дали мне вот эти поинты, карты, которые я могу использовать только вот под Сеулом, в общем, в пригороде, а Косте дали нормально в Сеуле, поэтому в понедельник, когда банки откроются, мне придётся дойти и всё это выяснять. Ну да, и что я могу сказать именно, вот какие у меня впечатления от этой помощи, что было очень легко подать заявку. Технически всем занимаются банки, и то есть если вы являетесь клиентом какого-либо банка в Корее, то эти банки были обязаны создать некий портал, страницу в интернете, на которой принимались заявки для получения помощи. Мы быстро зарегистрировались и за 5 минут подали заявку, и на следующий же день получили помощь. Это довольно интересный формат помощи, это не чисто вам присылают именно там 400 тысяч вон, в данном случае денег, а присылают поинты на эту сумму, и эти поинты вы можете тратить в определённых магазинах, так как сама вот эта мера поддержки, она не просто для людей, но ещё и также для малых бизнесов, для предприятий, как бы они убили сразу двух зайцев этим, очень хотят как бы опять перезапустить экономику. И вот вы можете в очень большом количестве магазинов, если честно, тратить эти поинты, и они автоматически списываются с вашей карты, просто у вас не снимаются деньги, а снимаются именно поинты, и по смс вам приходит, что вот, у вас столько-то поинтов осталось. Да, то есть вы не можете использовать эти поинты на оплату налогов в каких-то больших заведениях, вроде какие-то прям франшизы. Ну, например, там, да, в какой-нибудь гипермаркет, или там Apple, то есть AirPods вы, может, не купите, наверное. Не можете заказывать по интернету, и не можете оплачивать этими поинтами какие-то ночные заведения, когда они откроются. Да, короче, на выживание, вот эти деньги. Эти поинты, их можно использовать до конца августа, если я не ошибаюсь, то есть если вы не успеете все использовать до конца августа, они просто исчезнут. Но там также есть опция донатации, доната, то есть вы можете пожертвовать в фонд, как сказать, это фонд национальной помощи, если так выразиться, то есть все деньги, которые будут собраны в этом фонде, они пойдут именно на разрешение, как сказать, разрешение последствий от урона, который принес коронавирус Корея. И там даже была, я прочитал там статью, что когда была только ранняя, как бы, версия этого сайта, у всех автоматически списывали на вот это пожертвование, и люди начали жаловаться, потому что они говорят, ну мы типа не планировали давать пожертвование, поэтому очень быстро изменили этот веб-сайт, и также дали опцию людям, если вы пожертвовали, но не хотели этого, вы можете свое пожертвование как бы вернуть назад. Ну в общем, очень приятно на самом деле, вот мы сегодня купили кофе, и просто интересно было протестировать эту систему, и я что-то волновался, ну не волновался, я думал, что это будет очень сложный процесс, то есть там говорить, а вот у нас поинты, можете принять, пожалуйста. Ну как бы вот, типа слишком много каких-то дополнительных шагов, чтобы вот тратить эту помощь, но я удивился, насколько это все удобно, классно сделано, то есть нет никакого лишнего действия. Ты просто тратишь сразу эти поинты, деньги, которые подназначены для помощи тебе. И было приятно, конечно же, что настолько этот простой процесс, и что государство заботится о нас, о своих гражданах. Да, но пока я должна до понедельника подождать, все это решить. Да, я сейчас капаю, и соль на раны. Ну кстати, в России тоже сделали помощь финансовым людям, но проблема сейчас в России, ну, во-первых, она не всем гражданам России, а только тем, у кого есть дети, то есть это выплата на детей, ну и также какая-то там помощь есть предприятиям, но я в новостях увидел, что, короче, проблема в том, что госуслуги, это у нас сайт такой национальный в России, он упал из-за того, что там сразу миллионы людей начали как бы процедуру вот этой получения выплаты, и другая опция была пойти в пенсионный фонд или куда-то там, и там, короче, выстроились толпы, очереди людей в масках, ну а у нас как бы там... Ну вот поэтому, мне нравится Корея, у них очень систематизировано все, например, есть определенный день недели, когда вы можете подать заявку, которая определяется по последней цифре вашего года рождения. Вот мы с Костей, вот я 95-го, он 90-го года, поэтому 0,5 выпадали на пятницу, и мы одновременно посылали тоже. Да, и это именно для онлайн, наверное, чтобы не перегрузить сервера, и также, ну то есть каждый в порядке очереди может это сделать. Есть опция пойти в оффлайн-учреждение, но... Но там тоже по годам. Да, там по годам, и там в основном, конечно же, пользуются пожилые люди, потому что, ну, процесс оформления в интернете суперлегкий, то есть я легче не видел, и не представлял себе. А, еще хотел обсудить еще, вот ты рассказала мне за кадром, что какие-то проблемы у иностранцев в Корее, вот недавно же отменили безвизовый режим, Корея отменила безвизовый режим с 90... за 90... странами? С 90... с 9... с 90 стран, короче, им запретили безвизовый въезд, туда включена Россия, и это было заявлено, что это зеркальная мера из-за того, что вот эти 90 стран ограничили на въезд для южных корейцев. Сейчас проблемы, да, у многих? Ну, многие мои друзья, они не имеют никакой визы, они, то есть, безвизовому режиму здесь выезжают раз в три месяца, но это не граждане России, потому что, как я знаю, в России нужно ждать какое-то время, да, чтобы опять заехать после 90 дней. Да, это визран, типа. Вот, а, ну, например, Швеция или люди из Германии, они обычно каждые три месяца просто выезжают там на один день в Японию и возвращаются обратно, но из-за того, что безвизовый режим отменили, теперь им всем нужно уехать. Как бы тут ты особо ничего с этим не сделаешь уже, и к этому добавляется то, что вот и сейчас из-за Итывона отношение к иностранцу стало какое-то такое скептическое, и поэтому им от этого еще более стрессово. Я вот сегодня, кстати, тоже думал, когда мы шли, что вот из-за таких всех вещей, к сожалению, во многих странах проглядывается вот именно возврат к какому-то некому консерватизму, национализму. Это наблюдается в США, например, которые отменяют, ну как сказать, ужесточают миграционную политику, и теперь люди не могут там выигрывать грин-карты, раньше есть лотерея грин-карт, люди, которые в ожидании виз, сейчас тоже у них непонятная ситуация, из-за которой, короче, возможно, некоторым людям будут оказывать в жизни в США. То же самое почему-то меня пугает, но возможно в Корее, хотя с другой стороны Корея, она всегда была более-менее открыта для каких-то таких контактов с учебных или бизнес-контрактов с другими странами, но сейчас вот именно настроение у людей в Корее не очень хорошее. Мне почему-то кажется, вчера Настя говорил, что если откроет Корея все свои безвизовые коридоры опять, то из стран СНГ приедет очень много людей именно как нелегально работать в Корее. Ну, как бы раньше и так было большое количество, а сейчас из-за того, что многие страны СНГ не очень эффективно отвечают на вот эти вызовы, связанные с вирусом, экономика страдает, и поэтому людям захочется куда-то поехать работать, денег, и возможно приедет больше людей и Кореецам это не понравится, и короче будет какая-то опять проблема. Может быть? Ну, вообще в целом из-за того, что из России и стран СНГ уже очень много людей приезжали, и потом очень большое количество людей еще депортировали за нелегальную работу какую-то, уже есть проблемы даже у туристов. То есть я слышала кучу историй моих знакомых, которые вот у них был билет туда-обратно, там на две недели например они собирались, у них был забронированный отель, все-все-все-все, то есть план расписан, но их разворачивали. Прямо у своих знакомых? Да. Почему? Ну, аргументировали это ничем, просто-таки нет. А вот у американцев, у других людей никогда ничего такого не спрашивали. Это связано с тем, что очень много людей попало... Какая-то статистика у них есть, видимо, что очень много именно рабочих, трудовых, нелегальных мигрантов из России, ну, там, из-за стран СНГ, не только из России, а из других тоже. У нас, кстати, с Настей из-за того, что мы часто летали в Корею, всегда, ну, как бы, с туристическими целями, но Настю один раз завели в офис миграционный и там допрашивали. Но мне тоже разрешили пойти и, ну, как бы, мы легко объяснили, что у нас есть все брони, мы часто ездим и соблюдаем там все правила и не нарушаем вот этот временной промежуток, который допускается, да, жизни в Корее именно. Поэтому все было хорошо. Ну, а в итоге мы получили визу, так что вообще проблем теперь нет. Ну, тогда еще было повезло, что ты уже являлся гражданином Кореи, поэтому ты мог взять опеку всегда, если что. Ну, да, да, я был гражданином, но не таким полноценным, как ты помнишь. Тема, которую я хотела бы обсудить в связи с моим, с нашим последним видео с рум-туром, тема негатива в интернете и особенно тема корейского языка. Для меня, как человек, который очень любит корейский язык, усердно его учил, эта тема очень прям по моей самооценке проехалась, то, что, во-первых, люди, увидев автограф и BTS, начали обсуждать то, что я неправильно произношу их имена и... Автограф Димина? Чимина. Чимина. И, в общем, меня начали постить в пабликах ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке, и там была куча сообщений, там, где мне говорили, ты этого ничего не заслуживаешь, или ты врёшь, или как она может так долго жить в Корее. У меня есть мнение, я понимаю, и типа неправильно произносить имена, и я просто хочу добавить, я не хочу негатив разносить, да, я это уже своим подписчикам говорила, но если вы не учили язык у носителя и не жили здесь хотя бы несколько лет, я бы ещё с вами хотела бы поспорить о том, какие имена нужно произносить, потому что в Корейском в целом буква Ч, это что-то, у них нету именно Ч, у них есть что-то среднее между дже и че. Давай, чтобы ты не разносила негатив, я объясню, как я понимаю, я человек, который в среднем, типа я чаще люблю русские, как сказать, названия, но и корейский я тоже учил, реально, ну вот по моему мнению, как сказать, невозможно идеально транслировать корейский язык в русский, в русский, ну в кириллицу, в русские звуки, в русские буквы, потому что это всегда натяжка некоторые, и даже всегда есть много-много версий, так и с японским, например, извините, я не изучал японский, но есть там словарь, который создал сто лет назад еще один русский как бы ученый, лингвист, и вот он решил, какие звуки он хочет, чтобы звучал там японский язык, и теперь до сих пор люди там говорят суши, хотя, по-моему, сами японцы не говорят вот так, как мы привыкли, как сказать, произносить там слова аниме, суши, вот, и в корейском языке то же самое, когда Аня говорит какие-то названия, она говорит их на корейский манер, потому что, ну, она привыкла и слышит всегда их в Корее, в корейском языке, поэтому, ну, это может для вас звучать как джи, русское джи, но на самом деле, вот если так, придраться и вот, как сказать, деконструировать, это не джи и не ть, это именно корейский звук, который лично для меня, вот, когда я это объясняю, он между джи и че, поэтому, как бы, там вы куда хотите, так и меняете, и, как Аня приводила там пример с другими именами, других групп, это все равно некая натяжка и, как сказать, это версия русскоязычная, ну, то есть, как бы, мне нормально, когда люди называют это своим, да, способом, ну, в России это привычно, как тебе удобно, в России, ну, там, с самого дебюта их называли там Чимин, значит, его нужно называть Чимин, хотя девушка с таким же именем из группы AOA, Джимин, ее все назовут Джимин, и, как бы, называйте как хотите, это все правильно, меня это никаким образом не задевает, хотя какие-то люди мне начали писать, может быть, не стоит вставлять свои проправки, когда в России это так, в Корее у тебя может быть так, но в России это так, и я такая думаю, я не хочу никого поправлять, меня задевает тот факт того, что я живу в Корее, я носитель языка, усердно его учу, и люди, которые даже не знают корейского, говорят мне, что я не умею говорить по-корейски. Ну да, это на самом деле немножко даже, как сказать, некрасиво со стороны людей, которые учат человека, который, ну, как бы, во-первых, является гражданином, во-вторых, живет в этой среде и общается с корейцами, и он знает, как произносится это все. Ну, большинство людей, которые, думаю, на тебя нападают, они вряд ли учились, там, в Ахактане, может быть, даже, ну, то есть на специализированных курсах, и у них, много ли у них, как бы, опыта в, как это называется, аудировании, корейского языка, и в произношении корейского языка? Блин, просто хочу сказать, что я не упертый человек, я умею признать свои ошибки, например, я ошиблась в том видео, сказав, что Ли Хон Ки снимался в Дораме, на русский перевод, я цветочки после ягодок, да, я ошиблась, он снимался в другой Дораме, извините меня для людей, которых это задело, потому что я в целом не смотрю Дорамы, и вот единственная какая-то, которую я давнюю помнила, это была эта Дорама, но, блин, ну когда я права, я буду стоять на своем, потому что, ну вот такой у меня характер, и просто... Ну, на самом деле, это всегда, вот есть такие пойнты, когда люди начинают сраться, в русском языке, даже есть внутри русского языка, например, это такой пример, как феминитивы, лично у меня нейтральная позиция, ну вот в теме феминитивов, я считаю, что в целом русский язык, он очень различный, и разный, и люди могут, как им удобно общаться, потому что мы в интернете с своими друзьями, мы всегда общаемся немножко не на чистом русском языке, и феминитивы, ну как бы у лингвистов даже, я так понимаю, что у них нету консенсуса в этом вопросе, что как бы феминитивы имеют право место быть, они не очень привычны в звучании для большинства людей, и в этом их главная, как бы критика их, то есть людям не нравится и непривычно слышать феминитивы, там как авторка, ютуберка, или так далее, но как бы само понятие феминитивов, есть феминитивы, которые люди привыкли слышать, и к ним нету, как сказать, никакого негатива, и он тоже самое, мне кажется, с твоей ситуацией, что просто русские фанаты, они привыкли говорить чимин, именно русскими буквами, они на русский манер произносят чимин, и... Сейчас ты еще опять неправильно как-то произнесешь эту ч, я на тебя нападал. Нет, а я имею в виду, по-моему, в США говорят димин, через джей, и мне кажется, тоже тут могут американские с русскими фанатами начать сраться, потому что они будут доказывать друг другу, какое правильное, как сказать, произношение этого слова. Можно добавить срача Самсунгом. Но с другой стороны, мне кажется, вот у меня такое всегда впечатление было, что там были паблики, и так далее, но гораздо больше людей адекватных, которым все равно как-то произносишь, и они понимают твои, как сказать, объяснения, почему ты так произносишь. И есть какой-то очень маленький процент людей, токсичных армий, я их называю, но это люди не очень адекватные, и они есть в любом, как сказать, в любых сферах там жизни, и тебе же не пишут там сотни людей в день. Это, наверное, ну не больше десятка, наверное, тебе написало, может быть, 10-20. И очень много людей именно защищали тебя в комментариях и говорили, что она права в своем, ну как бы, она вправе называть это так, потому что, ну как бы, она живет в Корее, и в Корее, да, действительно, все называют по-разному. Эту тему я тоже хотела осветить, потому что некоторые наши подписчики, которые очень меня поддерживают и любят, и всегда оставляют мне хорошие комментарии, их немножко задевает то, что я на негатив реагирую, потому что они говорят, Аня, ну столько же вот людей, которые пишут тебе столько хорошего, почему ты акцентируешься на этом, а что тогда мы? Я хочу сказать, что я всегда за это очень благодарна, и я стараюсь по возможности все читать, всем там отвечать, сердечки ставить, но просто психология человека так заложена, что он больше заострит внимание на том, что ему не нравится, чем на том, что ему нравится. Это тренируется? Вот я, например, не заостряю внимание прямо именно на каких-то негативных комментариях. Раньше застрял, но это тренировка, типа я сейчас немножко такой думаю, ну как бы понятно, что этот человек пишет. Ну видишь, Костя, пока ты развивался на сфере Ютуба, какое-то время я вообще к этому не прикасалась, работала, и вот жила в своем маленьком мирке, а потом все-таки поняла, что я хочу тоже заниматься Ютубом, это то, что я изначально любила. Ты, короче, отвыкла от всего этого. Я от этого отвыкла, и я, ну, ниже, чем ты, через то, что ты прошел, вот Костя, Костя тоже вообще пишет какую-то дичь. Я тоже, как его сестра, бешусь всегда, думаю, да ты... Я не замечаю этого всего. Ну то есть, когда-то я читал каждый комментарий, в какой-то момент я начал, как будто у меня в голове собственный фильтр. Я читаю многие комментарии, но мне практически не попадаются, ну, если попадаются какие-то плохие комментарии в мою сторону, зачастую мне как-то, как сказать, мне все равно, потому что это не конструктивная критика, не то, что, как бы, я сам в себе вижу, а это просто, скорее всего, какие-то комментарии насчет моей внешности или чего-то иного. Короче, это не очень меня задевает. Но иногда я вижу хорошие комментарии, которые, как бы, они вроде как и не очень, как сказать, льстят мне, но я тоже такой думаю, ну да, есть что-то в этом. Вот вчера был какой-то комментарий, а, Костя, любишь же ты умничать? Я такой думаю, блин, реально иногда мне очень хочется там порефлексировать вот так и пообсудить какую-то тему излишнюю, как сказать, глубоко в нее копнуть, но мне кажется, для такого контент-креатора в Ютубе это, наоборот, хорошо. Ты увеличиваешь хронометраж, ты как бы больше себя выражаешь и это то, чего люди хотят именно в Ютубе. Если бы ты просто говорил все, что люди хотят услышать, это было бы ужасно. Так что да, вот суть в том, что мне кажется, все-таки у нас больше позитивных зрителей, и кстати, когда ты появилась на канале, у нас еще позитивнее все стали. То есть у нас теперь больше 99% людей, 99,5% людей ставят лайк и вообще положительно относятся к нашему контенту. Я вас люблю! Вот видишь, и это только какой-то супер маленький процент людей, которые в силу своих каких-то жизненных обстоятельств, возможно, отсутствие какого-то этического воспитания, они начинают именно докапываться до тебя и какие-то неприятные вещи тебя постить, преследовать в интернете и что-то подобное. Эти люди не заслуживают твоего внимания, эти люди заслуживают жалости к ним, наверное. Ты знаешь, это у меня вдруг вспомнилось, такой флэшбэк случился, что один раз мы с моей корейской подругой ходили к, я не знаю, как этого человека назвать, но который, в общем, говорит о твоем будущем, о тебе, смотря только на черты твоего лица. Мизе, как же это называется? Мошенники. Не важно. Я их называю мошенники. Ну, типа, в Корее, да, есть такая наука, что там вот твои черты лица могут, ну, как бы отражаются на твоей жизни и т.д. И мы туда ходили, и этот дедушка, там он реально очень старенький такой был, он на меня смотрит, а он в целом не знал, чем я занимаюсь, что делаю. Вот он такой на меня смотрит и говорит, ну, по твоему лицу видно, что ты хорошо живешь, и в прошлой жизни ты тоже хорошо жила, но не помогала другим, поэтому в этой жизни ты мучаешься. Я такая, ну, понятно. А потом он на меня смотрит и прям серьезно и такой говорит, ты работаешь кем-то, что тебе приходится выслушивать много того, что тебе не хочется от совершенно незнакомых людей. И он такой говорит, и тебе нужно научиться, ну, как бы, не реагировать на все эти вещи, на этот негатив, иначе ты не сможешь развиться и не сможешь, ну, добиться того, чего хочешь. Он сказал, никаких денег ты зарабатывать не будешь, если не переборешь вот эту вот ранимость от чужих слов. Ну, так, вообще такое предсказание, оно для большого количества не подходит. но все равно же вещи интересные. Вообще, мне нравится, мне нравится вот эта, как сказать, наука за их интерпретацией, за их, как бы сказать, предсказаниями, трактовками. Все-таки это такой талант некий, да, обобщать настолько, что человек такой, вау, это про меня. Ну, короче, да, у меня просто свое немножко скептическое отношение ко всем этим предсказаниям. В общем, хотелось бы завершить все на позитивной ноте в том, мне кажется, что у нас все равно все хорошо относительно, людям нравится то, что мы снимаем, люди очень хорошо это смотрят, люди очень радуются за то, что ты вернулась, по крайней мере, таких людей десятки, если не сотни тысяч. У тебя у самой жизнь меняется в лучшую сторону, мне кажется, в последнее время. Постепенно, но, да, все становится лучше. Так что я думаю, что все отлично и беспокоиться пока не о чем. И на такой позитивной ноте мы заканчиваем. Спасибо. Если было интересно, не забудьте поставить лайки и подписаться на наш канал, и оставить свои комментарии, и подписаться на наш инстаграм. Да, подпишитесь на инстаграм Ани, на мой инстаграм, если хотите, я там очень редко что-либо пощу. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Не приключайтесь. Пока. Пока. Пока.